«Женщины играли и будут играть важную роль в защите Украины и её экономическом восстановлении», заявила Ингрид Аск, заместитель главы Дипмиссии Швеции в США. «Женщины работают на передовой, защищая свою страну от российских войск и борясь за мир, справедливость и равенство. Юристы, бортпроводницы, медицинские работники, волонтёры, командиры медицинских взводов и активистки – все они играли и будут продолжать играть незаменимую роль в восстановлении экономики Украины». По словам Олекса Чапивски, исполнительного директора женской группы по вопросам международной политики и одного из организаторов мероприятия, украинки стали примером для всего мира, и им как никогда нужна поддержка. «Наша цель состоит в том, чтобы держать Украину в центре внимания. Мы также уделяем особое внимание участию женщин в миротворческих процессах, в экономическом восстановлении. Все исследования показывают, что участие женщин и их лидерство в этих процессах обеспечивают более устойчивый и справедливый результат, будь то экономика, государственное лидерство, переговоры о мирных соглашениях или другие области. Участие женщин является жизненно важным». По подсчётам Киевской школы экономики, прямые задокументированные убытки Украины от агрессии России составляют около 140 миллиардов долларов. В организации United for Ukraine разработали программу по поддержке бизнеса, которым владеют женщины. «Мы заинтересованы в помощи женщинам-предпринимателям в том, чтобы сосредоточиться на малых и средних предприятиях. Сейчас мы видим, что женщины часто остаются без мужей. Они должны заботиться о детях, их семьях, их пожилых родственниках, и, честно говоря, они должны вести бизнес. Мы хотим помочь этим женщинам не опуститься до гуманитарного уровня и искать помощи, но мы хотим помочь им процветать». По словам бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, экономическое восстановление касается прежде всего восстановления жизни людей. Достижение справедливости является первым и ключевым шагом. «Мы хотим больше ограничительных мер, и не только против российских солдат, совершённые ими преступления против человечности. Следует привлечь к ответственности руководство России путём введения необходимых мер, резолюции о признании их безрассудными агрессорами, чтобы после всего сказанного и сделанного за всё отвечало руководство. Так что, когда правосудие восторжествует, оно будет исполнено сверху донизу». Александр Яневский, Богдана Сыка, Голос Америки.